Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня, в начале о главных событиях 22 февраля. Следствие продолжается. Генпрокурор опроверг информацию о незаконном аресте бывшего председателя Госкомитета информации и массовых коммуникаций. Каталонцы сняли фильм о красотах Южной Осетии. Костей приняли председатель парламента и глава внешнеполитического ведомства. Очередной успех наших спортсменок. Юные гимнастки заняли второе место на турнире «Снежинка» в Нальчике. Сегодня президент Анатолий Бибилов встретился с офицерским составом Министерства обороны Республики Южная Осетия. Поздравил их с 25-летним юбилеем со дня образования Министерства и с Днем защитника Отечества. В своем обращении президент отметил, что долг каждого военнослужащего не изменен – защищать Родину. И с этим наши ребята справляются с достоинством и честью. Встреча проходила в теплой дружеской обстановке. Каждый смог задать интересующий его вопрос и получить исчерпывающий ответ от верховного главнокомандующего. Президент отметил, что перед государством стоят серьезные задачи и они будут решены, несмотря ни на что. Военнослужащие поблагодарили Анатолия Бибилова за встречу в неформальной обстановке. Продолжение следует... 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 На сегодняшний день, как рассказал Джагаев, генпрокуратура арестовала еще несколько вышек, которые находились в стадии реализации. Их стоимость составляла около 7 миллионов рублей. Также прокурор отметил работу Кабисова в Совете директоров ЗАО «Остелеком», где он представлял интересы правительства Республики Южная Осетия. То, что касается его участия или его представительства в ООО «Остелеком», как от лица государства, как обладатель 20% доли, он также, пользуясь своим служебным положением и своим положением представителя государства, он допускал большие нарушения, то есть он представлял, можно сказать, представлял свои личные интересы в Совете директоров УМИГФОНа, никакого образа, никакой забот и никакого внимания государству не проявлял. А наоборот, он также через аффилированные фирмы раздавал подряды, которые имелись в мегафоне, предприятиям, тем структурам коммерческим, которые он контролировал. Таким, в том числе и за пределами Республики Южная Осетия. За пределы Республики Южная Осетия с 2010 года через вот эти аффилированные фирмы, так предприятия, скажем так, которые якобы выполняли какие-то объемы работы для мегафона, было выведено 622 миллиона рублей. Я не говорю, что все эти 622 миллиона рублей были похищены, именно, что на эти деньги ничего не было сделано для ОМИГФОНа, для Остереков, какие-то работали панели. В основном эти деньги мы можем сегодня заявлять так, потому что мы проводим проверки по объектам, которые якобы эта фирма строила, или прокладывала дороги, какие-то там другие работы выполняла. И мы пока ничего не находим, то есть по теме те объекты, которые нам уже проверили, на тех объектах там нулевый результат, то есть выполнение каких-то видов работы. Но и так, наверное, дальше проверка покажет, и мы уже конкретизируем эту сумму. И, наверное, может быть не 622, а будет чуть меньше. Но 622 – это выведенная сумма, на эту сумму была занижена прибыль у МИГФОН, то есть у Остереков, и она не могла показать прибыль, не могла выплатить государству 25% дивидендов. И, как вы все знаете, у нас есть еще и в нашем местном законодательстве 20% от прибыли должны платить бюджет. То есть вот эти суммы все не доходили до бюджета нашей республики. Джагаев рассказал о выведенных средствах через фирмы и в самой республике. Кроме этого, внутри республики были также организованы предприятия, которые тоже получали определенный подряд, от Ростелеком, и которые якобы тоже выполняли какие-то объемные работы. Через них было выведено также, если больше, приблизительно, где-то около 180 миллионов рублей. Эти работы тоже нами проверяются. Сегодня, как заверил генпрокурор, у Стелеком может вносить прибыль в бюджет республики. На сегодняшний день, после того, как мне приступили к поверке и возбудили уголовное дело, и приступили уже к каким-то следственным действиям, мегафон с 4-го квартала уже показывает прибыль. То есть, сейчас в Совете директоров Кандисова Георгия Сергеевича на сегодняшний день мегафон может уже показать прибыль. И я думаю, что за 2017 год прибыль мегафона составит приблизительно около 100 миллионов рублей. Ну, может, чуть больше. Да, ну, представляете, это 25% – это наши дивиденды, и 20% – на усть прибыль. Это 40-45 миллионов поступит уже в бюджет республики. Так что, если население на сегодняшний день жалуется, что связь дорогая, что связь некачественная, и интернет уже стал дорогой, то я думаю, что одной из причин, почему она связь дорогая, является именно то, что мегафон не могли распорядиться своими деньгами, свои прибылью. В основу обвинения могут лечь и материалы о незаконной прослушке и слежке за гражданами республики, которую, как утверждает следствие, ввел Георгий Кабисов. Я бы сказал, что, да, потому что та техника, которая была обнаружена при обыске у Кабисова Георгия Сергеевича, имеет такие возможности, чтобы и заниматься и слежкой, и видеонаблюдением, и прослушиванием переговоров. Некоторые фрагменты, мы их уже как бы раскодировали, и мы их уже посмотрели. Да, и я думаю, что это тоже будет, ляжет в основу обвинения. И когда эти материалы будут легализованы, я думаю, что многие из его друзей, когда узнают себя, будут немножко разочарованы, а может и не немножко. Напомним, что одно из уголовных дел в отношении Георгия Кабисова было возбуждено по заявлению гендиректора электросвязь Валерия Кочиева, который утверждает о захвате своей техники Кабисовым. Электросвязь занимается распространением телевизионного сигнала российских каналов на территории Южной Осетии. Вопросы есть и к самому Кочиеву Валерию. На него также заведено уголовное дело. Однако следствие по нему приостановлено из-за состояния его здоровья. На сегодняшний день в отношении Георгия Кабисова заведено два уголовных дела. Как отметил генпрокурор, следствие продолжается. Указом президента Анатолия Бибилова с 1 января 2018 года размер единовременных выплат при рождении ребенка составит 10 тысяч рублей. Безусловно, это приятная новость для родителей. Средства для денежных выплат уже определены в бюджете. Для их получения нет необходимости собирать многочисленные справки и документы. Президент Республики Анатолий Бибилов своим указом утвердил размер единовременных выплат при рождении ребенка. С 1 января 2018 года он составит 10 тысяч рублей. За неполные два месяца с начала года в нашем родильном доме на свет появились 46 малышей. Повышение единовременных пособий является приятной новостью для родителей и, несомненно, станет для них хорошим финансовым подспорьем. С целью усиления системы социальной поддержки семьи, материнства и детства и улучшения демографической ситуации в Республике. И согласно указу президента нашей Республики, с 1 января 2018 года единовременное пособие на рождение ребенка составит 10 тысяч рублей. До сих пор с 2005 года эта цифра не менялась и составляла 5 тысяч рублей. Расходы для денежных выплат уже внесены в бюджет Республики. И чтобы их начали выдавать, необходимо подготовить соответствующие документы. Кроме того, неизменным остался и необходимый перечень документов для получения единовременных выплат. Родителям не придется собирать многочисленные справки и документы. Готовятся уже дела и протоколы. И по поступлению всех документов в отделы соцзащиты населения города и района это пособие уже будет выплачиваться детям, рожденным с 1 января 2018 года. По-прежнему те же самые документы, тот же пакет документов. Конечно же, свидетельство о рождении, конечно же, справки с места жительства и паспорта граждан Республики Южной Осетии. Также внесены изменения и в правила выдачи ежемесячных пособий по уходу за ребенком. Сам размер пособий остался неизменен. 2 тысячи рублей на ребенка в течение полутора лет. С 1 января 2018 года это пособие будет выплачиваться на второго и последующих детей. И составит 2 тысячи рублей по-прежнему. До сих пор у нас это пособие выплачивалось на третьего и последующих детей. Деньги до адресата начнут поступать сразу после того, как правительство Республики разработает и утвердит порядок назначения и выплаты пособий. На эту работу президент отвел правительству срок 1 месяц. Роза Тедейвазау Ростаев, информационный выпуск сегодня. В столице состоялась встреча гостей с Каталонии с журналистами. Команда лыжников-любителей снимает документальный фильм о странах, где еще остались заповедные уголки природы. Спикер парламента Петр Гасева, министр иностранных дел Дмитрий Медоев приняли гостей с Каталонии. Команда альпинистов-лыжников снимает документальный фильм о странах, где еще остались заповедные уголки природы. На этот раз их выбор пал на Южную Осетию. По рассказу одного из гостей, они выбрали местом посещения Южную Осетию, увидев твит в социальной сети Twitter. Пост гласил, что Южная Осетия готова признать независимость Каталонии. Отправив запрос в поисковой системе Google, молодые люди узнали, что территория горного массива не изучена. И ранее никто не спускался с крутых отроков горных массивов на лыжах. Команда молодых людей сразу же написала электронное письмо одному из интернет-пользователей из Южной Осетии. Очень удачно письмо попало к министру иностранных дел Дмитрию Медоеву, который с радостью дал добро на визит. Когда я получил ваше письмо, я понял, что нужно сделать так, чтобы вы приехали сюда. Вы первые иностранные туристы в Южной Осетии. Я верю, что вашему примеру последуют многие, когда окунутся в атмосферу Юга Осетии. У команды молодых людей это не первый документальный фильм. Уже насчитывается три фильма. Сейчас снимают четвертый. По словам их гида, они сняли потрясающий взор кадры наших гор. Они уже побывали в селах Цон, Халат, Сабур, Самдзели. И последним местом их визита стало село Эрман Цаусского района. К сожалению, в этот визит они не успели посетить самое большое озеро Южной Осетии – Кельтское озеро. Но они обещают вернуться еще. Спикер парламента Петр Гассиев подарил туристам памятные подарки, чтобы они не забывали, что теперь в Южной Осетии у них есть друзья. Спасибо, дорогие друзья, что вы нашли время прийти сюда по мне, познакомиться со мной. Мне это очень важно. Мне всегда важно находить новых друзей. Что касается того, что у нас сейчас достаточно, так скажем, пустые или одинокие горы, то вы, наверное, знаете о том, через что нам прошлось пройти последние 25 лет. Я бы очень хотел, чтобы, так сказать, ваше посещение оказалось счастливым и удачным для нас. И в следующий ваш приезд, я надеюсь, что состоится, вы заставите, если может быть, какие-то хорошие изменения в горнолыжные курорты и так далее в этом плане. И для меня, наверное, и для всех наших граждан лучшей наградой будет то, если вы захотите сюда вернуться и вернетесь, и еще приведете к нам еще больше друзей. Дмитрий Медоев также вручил гостям в качестве подарка флаг республики. После официальной части состоялась встреча с журналистами, где гости ответили на многочисленные вопросы. Представители Каталонии рассказали о себе и роде своей деятельности у себя на родине. Будучи совершенно разными людьми, их объединяют в два общих пристрастия – киносъемки и лыжи. Свой фильм они обещают выпустить летом 2018 года. Сегодня туристическая группа уже покидает Южную Осетию. Переполненные чувствами и эмоциями, они не могли не отметить доброжелательность и гостеприимство осетинского народа. Молодые каталонцы пожелали Югу-Осетии развития туризма и горнолыжной инфраструктуры. Марьяна Чочиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск «Сегодня». В службе внешней разведки Республики Южная Осетия сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, сообщает Пресс-служба внешней разведки Республики. В праздновании приняли участие руководитель службы Алексей Варзиев, члены коллегии, личный состав. Почетным гостем службы был Герой России Александр Пегишев. Был зачитан поздравительный адрес руководителя службы личному составу. В торжественной обстановке Герой России Пегишев и руководитель службы Варзиев вручили отличившимся сотрудникам награды и почетные грамоты. Оборонное ведомство страны в этом году отметило 25-летие со дня образования. Эту тему сегодня обсудили во время встречи журналистов с председателем Госкомитета информации и печати Марии Кутаевой. Подробности в нашем материале. Темой очередного еженедельного брифинга председателя Комитета информации и печати стала очередная годовщина образования Министерства обороны Республики Южная Осетия. В этом году вооруженные силы отметили свой 25-летний юбилей. Создание Министерства в эти тяжелые для народа годы было обусловлено тяжелыми испытаниями, которые выпали на долю жителей республики. На борьбу с грузинским агрессором были брошены все силы, но для эффективной защиты было необходимо создать полноценную армию. У истоков создания Министерства обороны стоял легендарный Валерий Хубулов. Когда отдельные боевые отряды понимали, что эта война так быстро не закончится и очень сложно отвоевать независимость республики, было принято решение просто соединить все эти отряды в одно Министерство обороны республики. Мы все знаем, что у истоков создания Министерства обороны стоял наш герой, всем нам известный общественно-политический деятель Валерий Николаевич Хубулов. Именно он собирал все те патриотические силы, которые были в республике в условиях того, когда не было ни оснащения современного боевого, ни каких-то профессиональных познаний военного дела. Наши ребята шли на защиту рубежей Родины, воодушевляемые своей силой духом, своим желанием защитить свои семьи, свою землю. Сегодня, благодаря самотверженности лучших сынов Осетии, наша республика свободна и независима. Мы просыпаемся в мирном хренвале, мы строим свою жизнь, развиваемся, но ценой многих потерянных наших героев, наших патриотов, которые, не задумываясь, отдавались своей жизни. Молодые ребята, 20-летние, 18-летние, не знали, вернутся ли они в свои дома, когда выходили на очередную тревогу, на очередной пост. Низкий им поклон, большая их благодарность. Сегодня Министерство обороны действует в тесном взаимодействии с воинскими подразделениями Российской 4-й военной базы. Россия оказывает содействие и в становлении и развитии вооруженных сил нашей страны. Этому способствует и подписание дополнительных соглашений между двумя министерствами – Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, которые, в частности, подразумевают вхождение отдельных подразделений Югостинской армии в состав армии России. Пользуясь возможностью, Мария Кутаева поздравила всех защитников Отечества с их праздником. Все Министерство обороны с профессиональным праздником, с днем создания. Низкий поклон еще раз всем тем парням, которые дали нам спокойную, мирную жизнь, процветание и будущее нашим детям. У нас проводятся регулярные учения боевые, оснащение идет техническое. Армия пополняется и количественно, и растет качественно. С 2005 года Министерство обороны стало направлять в лучшие военные будут Российской Федерации наших абитурентов, и состав профессиональный обновляется постоянно молодыми кадрами. Сегодня для подрастающего поколения есть много ярких примеров для подражания. Время борьбы за независимость подарило нам героев, и молодежь должна воспитываться на их героизме и знать свою историю. Эльвира Дебилова, Регина Чердкоева, Алим Бетеев, информационный выпуск «Сегодня». В канун Дня защитников Отечества в Схенвальском многопрофильном колледже прошла встреча с ветеранами Отечественной войны югостинского народа против грузинских агрессоров. Они делились своими воспоминаниями с присутствующими. Тему продолжит Агунда Губозова. Для образовательных учреждений нашей республики стала доброй традицией организовывать вечера, приуроченные к праздничным дням. Сегодня в стенах многопрофильного колледжа также был проведен праздничный огонек, посвященный Дню Защитника Отечества. На мероприятии главными почетными гостями были ветераны Отечественной войны югостинского народа против грузинских агрессоров. Организаторы тематического вечера подготовили видеоролики и концертные номера в патриотическом духе. От имени коллектива колледжа выступила директор учреждения Лира Козаева, отметив, что значимость этого праздника она осознала, когда война коснулась нашей Родины и унесла много жизней. Всю мою жизнь, а жизнь у меня, слава Богу, долгая. 23 февраля это был праздник по календарю, и мы всегда ее отмечали в школе, в пионерской организации, в комсомольской организации. Но сказать, что этот праздник трогал мое сердце никогда в жизни, никогда. Это был для меня обычный праздник. И только вот этот ужас, через который мы прошли в течение долгих лет, дал мне осознать всю важность этого события. После приветственной речи директора колледжа слово предоставили одному из гостей этого торжества, активному участнику военных действий в нашей республике Балаби Сталте. На мероприятии присутствовала и министр образования и науки Наталья Гассиева. Говорить об этом искрепито, без слегки, без воспоминаний, конечно, невозможно. Но я думаю, что память о войне – это гарантия мира в будущем. Помнить каждого, вспоминать каждого – это еще не повторяю, верю на то, что завтра это не повторится. Как только мы все добываем, все возвращается. Поэтому я благодарю сегодня руководителей колледжа, директора конженера, всех преподавателей. Сегодня честовали не только ветеранов, находящихся среди нас, но и вспоминали именно сыновей Осетии, отдавших свою жизнь за каждого из нас. Одним из этих героев был Геннадий Джабьев. В его честь назвали одну из улиц нашей столицы. Его сестра преподает в этом учебном заведении. Сегодня она поделилась с присутствующими своими рассказами о своем братьям. Сейчас я хочу сказать вечную память, конечно, моим братьям. Я горда ими. Я хочу сказать всем вам спасибо. Всем, всем, которые не забывают имя моих братьев. Спасибо вам большое. Организаторы вечера подготовили видеоролики о жизни многих героев. Но именно всех, конечно, не перечислить, ведь всех организаторы знать и не могли. Вне сценария огонька историями о малоизвестных героях делились со студентами и присутствующие на вечере гости. Вечер прошел в теплой и дружественной обстановке. Агунда Гогозова, Арсен Гассиев, информационный выпуск. Сегодня. Сегодня после вечернего выпуска новостей Абун смотрите брифинг пресс-секретаря президента Дины Гассиевой о ситуации, сложившейся вокруг швейной фабрики БТК-4. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Ко дню защитника Отечества в Цхинвале прошел республиканский турнир по волейболу. Соревнование организовал отдел спорта администрации города Цхинвал. За призы боролись семь команд. По регламенту турнир проходил по круговой системе. После всех проведенных встреч наибольшее количество очков набрала команда МВД и стала победительницей турнира. Второе место заняла команда Министерства обороны. Представители пограничного управления ФСБ России заняли третье место. Были определены и лучшие игроки. Специальные призы получили Ибрагим Лалиев, Атсамас Джабиев, Евгений Чемизов и Давид Босиков. Мы заранее сообщаем командам о предстоящем турнире и они хорошо подготавливаются. Много интересных игр было. Из года в год все больше и больше команд участвуют в нашем турнире. В следующем году ожидаем еще большее количество участников. Юные гимнастки заняли второе место на турнире в Нальчике. Завоевать призовое место среди 10 сильнейших команд Северного Кавказа – это очень хороший результат. А пока спортсменки готовятся к очередным соревнованиям. Анжела Кукоева продолжит. Гимнастика – прекрасный вид спорта. Она дает грацию, красоту, осанку, растяжку и гибкость. Человек может владеть своим собственным телом. И за яркими победами наших гимнасток всегда стоит колоссальный труд. Новый триумф наших спортсменок. Младшая команда юго-систинских гимнасток Ир Олимп Валерия заняла второе место на турнире «Снежинка», проходившем в Нальчике. Гимнастки поехали в Нальчик в сопровождении наставников. Тренера Натальи Шавлохова и хореографа Элины Засеевой. Вторые выездные соревнования команды Ир Олимп Валерия. Первые наши соревнования прошли в Краснодаре в прошлом году, в ноябре прошлого года. Там мы заняли третье место. И на прошедших соревнованиях 17 февраля в Нальчике мы заняли второе место. Это отличный результат для второго раза. Судьей на соревнованиях была Елена Чухлебова. Она тренер сборной «Моздока». И я тоже была в составе жюри. Очень понравилось выступление нашей команды. Оценили положительно, что очень приятно. Юные спортсменки представили себя с наилучшей стороны. Постоянные тренировки дали хороший результат. Мы очень волновались, когда мы выступали. Старались получить первое место. Но получили второе. Это тоже хорошо. Мы с удовольствием выступали на ковре. Это было очень хорошо. Мы приехали с радостью. В нашем возрасте там было 10 команд. Но мы завоевали второе место. Мы хотели первое место, но получилось второе место. Мы будем очень сильно стараться. И в следующий раз мы займем первое место. Президент Федерации художественной и эстетической гимнастики Зима Цхавребова отметила, что завоевать второе место среди 10 сильнейших команд Северного Кавказа – это очень хороший результат. Вот этот турнир «Снежинка» был у нас внесен в календарный план. Так что это такие ожидаемые соревнования. И мы приняли там участие. К сожалению, должна была выехать еще и другая команда. Но вот выехала одна команда. Это успех наших девочек. Они достойно выступили. И мне это очень приятно, как руководителю этой организации, так скажем, Федерации художественной и эстетической гимнастики, что у нас есть тренеры, которые уже могут сами выезжать и вывозить своих детей на соревнования. Это не первая поездка наших юных спортсменов за пределы республики. И они продолжают уверенно показывать свое мастерство. Сейчас наши гимнастки будут готовиться к международным соревнованиям «Оскар», которые будут проходить в Ростове. И главное в поездке – своевременное финансирование. Анжела Кукоева, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 23 февраля. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность. Днем плюс 4, ночью плюс 1. В столице республики Вцхенвале переменная облачность. Днем плюс 8, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...